ВОЛЕБОЛЬНЫЕ ОБОЗРЕНИЕ ВОЛЕБОЛЬНЫЕ ОБОЗРЕНИЕ ВОЛЕБОЛЬНЫЕ ОБОЗРЕНИЕ ВОЛЕБОЛЬНЫЕ ОБОЗРЕНИЕ ВОЛЕБОЛЬНЫЕ ОБОЗРЕНИЕ ВОЛЕБОЛЬНЫЕ ОБОЗРЕНИЕ НАБОРНЫЕ НА Европу Так что все было по справедливости Отрадно, что восстановилась после травмы Наша ведущая нападающая Татьяна Серик В прошлом туре чемпионата страны с Менчанкой Таня неудачно оступилась и не смогла доиграть матч Поэтому вполне понятно опасение Мозорских болельщиков за здоровье Серика И ее способность сыграть на своем уровне В поединке с Атлантом Травма была, это волейбол, такое бывает. Она была не слишком серьезная, просто повторная, поэтому я не смогла выйти в конце третьей партии. Сейчас себя чувствую очень хорошо, я считаю, что выложусь на все 100% в барановичах. Естественно, Кубок Республики Беларусь – это важное соревнование, они практически наравне с чемпионатом Республики Беларусь. Медали за Кубок и за чемпионат, я считаю, они абсолютно равноценны. Мы к нему готовимся, ждем от него. Хочется побед, конечно, сложно соперник, сложно готовиться, но мы его выигрывали. Хорошее или, скажем так, боевое настроение у одной из блокирующих «Жемчужной полиции» Ирины Солощук. В прошлом туре республиканского переноса Ира не играла по уважительной причине – у нее была свадьба. И вот сейчас новыми эмоциями и семейным статусом Солощук готова к играм в Кубке Республики, причем ей абсолютно неважно, с кем встречаться на стадии 1-4 финала. Совершенно верно, какая разница, кого выигрывать, потому что хуже «Атланта» может быть только Гродно. Мы-то загреемся на «Атланте», а Гродно выиграем легче. Кубок у нас сейчас стоит самая главная цель. Мы хотим в «Березовое» попасть, это точно. Готовимся к этому усиленно. Все болит, надеюсь, все пройдет после бани. Будем побеждать. Кроме противостояния «Атланта» и «Жемчужина-Полесья», в первый игровой день болельщики увидят дуэль между столичными «Минчанкой» и «Моритой», а также станут свидетелями матча «Гомельской надежды» и «Могилевского коммунальника». В субботу состоятся полуфиналы, в которых встретятся Гроднинский Неман и победители пары «Жемчужина-Атлант», а также с большей долей вероятности можно предположить, что во второй игре за выход в финал будут бороться «Коммунальник» и «Минчанка». Сегодня мы хотели бы немного познакомить вас с историей волейбола, с тем, как и где зарождалась эта игра, и, конечно же, нельзя оставить в стороне главные достижения белорусских мастеров этой игры, особенно со времен обретения суверенитета и начала выступления в международных турнирах самостоятельной национальной команды. Волейбол может считать днем своего рождения 9 февраля 1895 года, когда Уильям Джи Морган, преподаватель физкультуры колледжа Ассоциации молодых христиан в США, подвесил в спортивном зале теннисную сетку на высоте 197 сантиметров. Его ученики, число которых на площадке не ограничивалось, стали перебрасывать через нее баскетбольную камеру. Сам Морган назвал эту игру «Минтонет», и уже позже, по предложению профессора Альфреда Хайстеда, она получила современное название «волейбол». Не будем здесь приводить первые правила этого уже и до спорта, и все изменения, которые пришлось пережить за более чем лековую историю волейбола. Скажем лишь, что в 1918 году на площадке стало играть по 6 игроков с каждой стороны. С 1922 года разрешено не более трех касаний мяча, а тремя годами позже были утверждены современные размеры площадки, а также размеры и вес волейбольного мяча. Первые общенациональные соревнования были проведены на родине волейбола в США в 1922 году, и тогда же в Чехословакии образовалась первая в мире спортивная организация по волейболу. Во второй половине 20-х годов появилась в Национальной Федерации и в СССР, стране, которая до самого своего распада занимала одно из лидирующих мест в мировом волейболе. Тогда еще в Белоруссии первые матчи состоялись в 1928 году, команды Минска и Бобруйска встречались со сборной Харькова. С 1934 года началось проведение регулярной оперинской республики, а в 1940 году Белоруссия насчитывала уже около 15 тысяч волейбольных площадок. Высокие спортивные результаты пришли к нам в 1977 году, когда гомельская мужская команда «Промстрой» выиграла Кубок Советского Союза. А в 1987 году женская команда «Коммунальник» из Минска стала обладателем Кубка обладателей Кубков Европейской Конфедерации волейбола. Заметную роль играли белорусские волейболисты и в сборной команде Советского Союза. Например, Ирина Горбатюк в 1985 году стала чемпионкой Европы, а через пять лет она уже поднялась на высшую ступень педестала почета мирового пенниства. С обретением Белоруссии суверенитета в 1992 году была образована Национальная Федерация Волейбола, которая вошла в состав Европейской Конфедерации и была признана Международной Федерацией Волейбола, став ее полноправным членом. С 1992 года начали проводиться чемпионаты для мужских и женских команд. Были сформированы и национальные сборные, одна из которых, женская, уже на следующий год играла в финальной части Европейского пенниства. В последующие годы лучшие представительницы отечественного волейбола неоднократно участвовали в финальных турнирах лучших сборных команд континента. А в 2002 и 2003 годах молодежная сборная Белоруссии становится бронзовым призером чемпионата Европы. В последующие годы за молодежную сборную выступали и некоторые волейболистки Жемчужина Полесье. А кое-кто, как Мария Кристина Бустаман Толобко, в поле зрения менеджмента Мозорской команды попали как раз таки благодаря играм за сборную Белоруссии. Мария Кристина Бустаман Толобко – одна из самых ярких представительниц белорусского волейбола. Причем речь здесь идет не только об ее игровых достоинствах, но и о запоминающихся внешних данных, благодаря которым Мария Кристина неоднократно участвовала в различных презентациях Национальной Федерации и проводила жеребьевку международных турниров, которые проводились в нашей стране. Уроженка города Лида Бустаман Толобко начала заниматься волейболом в 12 лет. Практически сразу же к ней пришли первые успехи и буквально через год она была приглашена в Гродно, в знаменитый спортивный класс Жанны Сергеевны Будько. Любопытно, но Мария Кристина могла и не стать волейболисткой. Ее мама Елена Казимировна видела в дочке спортсменку, но другого профиля. Однако, один раз попробовав волейбол, талантливая девчонка уже не могла представиться в жизнь без этой игры с мячом. С самого раннего школьного возраста я занималась академической греблей. В свое время хотела и дочку переманить на это. Тренер мой первый тоже хотел. Но Кристина увлеклась волейболом, и я этому, как говорится, не противилась. Наша семья ее поддерживала во всем и всегда. С 12 лет волейбол, и это ее основная часть жизни. Волейбол теперь даже моя жизнь. Потому что в детстве, когда я только начала заниматься волейболом, я даже не думала о том, что я буду играть в молодежной сборной, что я поезжу по разным странам, что буду играть в высшие лиги. Я такого никогда не предполагала. А теперь я всего этого достигла, и хочу еще большего достигнуть. И это реально моя жизнь. И спасибо большое моим тренерам, которые со мной работали. Они столько сил, столько эмоций меня обложили. И я очень благодарна всем. Нельзя не отметить роль мамы в успехах Марии Кристины. Елена Казимировна, лапкода Густаманты, всячески помогает дочери в различных жизненных аспектах и верит в нее как в спортсменку, поощряя желания Кристины стать звездой волейбола международного уровня. Конечно, каждая мама мечтает, что ее дочка – это звезда самой высокой мировой величины. И, надеюсь, Зумшижиной Полесье чемпионом Беларуси во-первых станет, а во-вторых, потом уже с перспективой и какой-то уже дальнейший карьерный рост будет у нее. Мария Кристина, ну дома ее называем Кристиной, она очень ласковый ребенок, очень добрый, очень отзывчивый, всегда вспоминает своих дедушку, бабушку, как католичка, она очень такая ответственная девочка, сама хоть в костел, хотя в Мозыре православие развито, но очень рада, что она как бы с Верой живет, внимательная очень, звонит каждый день им, я всегда с ней переживаю взлеты, падения, поражения, удачи, это все в семье у нас вместе с ней. Ответственность и трудолюбие этой девчонки отмечает главный тренер профессиональной команды «Жемчужной Полесье» Михаил Коваленко, под началом которого сейчас готовится и играет, это нападающая первого темпу. Ну, во-первых, надо отметить трудолюбие, с какого Маша относится на тренировках к работе. Второе, это где-то даже повышенное чувство ответственности перед игроком, перед каждым игроком, которое иногда в некоторых случаях может быть чуть-чуть мешает. Самоотдача, добропорядочность, это вот все качества, которые мы отметили в этом игроке. На уровне нашего чемпионата Маша вполне достойно выступать и не один год, имеет неплохие физические данные. Хотелось бы, конечно, если бы был запас антропометрических данных, то есть роста, то, конечно, Машка могла бы многого добиться на международном уровне. Но есть небольшие грехи в технике, которые она знает. Если она шагнет, дальше доработает их. Кто трудится, тот добивается результата. У кого есть мечта, она всегда сбудется. Возвращаясь в спортивной карьере, Мария Кристина вспомнила, что 2006 года она была учащейся Республиканского государственного училища Олимпийского резерва. И с этого же времени ее привлекали в сборную Беларуси различных возрастных групп. Еще во время учебы в Минске эту подающую надежду спортсменку пригласила под свои знамена Гомельская надежда, где Густаман Толобко играла сезон на правах аренды. Игра юной нападающей в том сезоне очень впечатлила руководством Мозорской шимпионополиси, которое предложило Марии Кристине контракт. Немного подумав, девушка его подписала, решившись на переезд в Мозорь, который уже стал ее родным городом. Не последнюю роль в переезде Марии Кристины сыграл тот факт, что за «Жемчужину» выступала Татьяна Селик, ее верная подруга и коллега по училищу Олимпийского резерва и сборной команды Беларуси. Маша очень открытый человек, очень добрый, отзывчивый. К ней в любой момент можно обратиться. Я с ней даже на расстоянии, когда мы были, мы с ней общались, дружили, и она мне никогда не оказывала в помощи. Я ей очень доверяю. Она очень старательная, она действительно живет игрой, она хочет играть, она на каждой тренировке пытается что-то взять для себя. Мне кажется, ее старанию стоит поучиться. Мария Кристина – одна из самых орудированных белорусских спортсменок. И не глядя на свою молодость, она очень трезво смотрит на жизнь, при этом мечтая о своем принсе, который еще не повстречался на ее пути. Для меня главное – человеческие качества, потому что мне важно отношение с другими людьми, как они ко мне относятся, как я к ним отношусь. А в жизни все можно добиться. Люди разные, у всех разные приоритеты. Одни ставят на первый план семью, они создают семью и уходят в волейбол, а волейбол сам с собой отпадает. А вторая группа людей, у них волейбол – это их жизнь, их основная работа, и они после даже рождения детей, они возвращаются обратно в волейбол. Я пока еще не определилась, к какой группе я отношусь, потому что еще молодая, и я хочу еще поиграть. Конечно, мне высоко, и хочется, чтобы парень рядом со мной был высокий. Мечтала о брюнетте, спортивном телосложении, но не факт, что когда я его встречу, у меня будет какие-то чувства к нему. Я могу полюбить парня, который со мной ростом, светловолосый, худощавый, но зато у меня будет к нему чувство, и у нас будут какие-то отношения и чувства к друг другу. Он будет меня понимать, понимать, какая я есть, мою работу. Вот это главное, а не внешность. Зная Мария Кристину как максималистку во всех отношениях, не сомневаюсь, что она добьется всего, что запланировала, как в спорте, так и в обычной жизни. Трудно сказать, выберет ли Мария Кристина столицу Полицы своим постоянным местом жительства и по окончании волейбольной карьеры. Но уж очень хочется, чтобы в бытности игроком она своих главных успехов добилась в форме Мозорского клуба, который, по сути дела, и вывел ее на уровень члена национальной сборной. На сегодня это все, дорогие друзья. Следующая наша передача выйдет, как и всегда, в пятницу в 21.00. И шестой выпуск волейбольного обозрения будет целиком посвящен Кубку Республики Беларусь. И выступление в нем «Жемчужная Полесья». Хорошей недели вам, уважаемые телезрители. С вами было волейбольное обозрение Евгений Монархович и Юрий Горобец. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok